Однажды на войне 17 лет, когда он пошел в военкомат. И примерно в этом же возрасте он увидел смерть в лицо. Но судьба была к нему милостива. Выжил, поправился и ушел в 43-м году на Белорусский фронт. Там-то и обнажились его человеческие качества. Однажды они получили команду к наступлению. Мы на рассвете получили команду к наступлению. Артиллерия начала, дальняя артиллерия начала уже по тылам немцев стрелять. Ах, командир батальона вот так как вот. А я забыл снять охранение. А охранение это 100 метров немцы и мы друг другу еще через амбразуры понимаете, как разглядывали и стреляли друг к другу. Вот солдату одному говорит, бегом снять оцепление 20 человек лейтенанта Шишова. Он заплакал. Заплакал. Товарищ командир батальона, я не смогу эту задачу выполнить. Надо было бегом по-пластунски в болото падать и так далее и самоподобное. Он русское слово повернулся. Я, командир отделения, вместе с ним командир стоит, он говорит, Захарченко, давай ты поймите. А у меня автомат разобран. А он говорит, на мой это матрас и мне на шею. И я по-пластунски упаду в болото, упаду, следующий упаду, подбежал сразу к этому, поймите, к этой траншеи. А уже лейтенант отвернулся на меня. Я говорю, начинается наступление, снимайте все, думайте, давайте за мной 17 человек. Я спас 17 человек. А когда я бежал и падал, то то здесь пуля, то здесь пи-и-и-и-и-и. Снайпер по мне бил, но наука научила меня, что не нужно прямо то так, то так, то падать, то ползти, я жив остался. А назад, когда я побежал, тот же снайпер с той же винтовки по тому же солдату русской армии по мне все же стрелял и на полпути настиг. Он, раненый в спину, заполз в воронку от мины и пролежал там почти сутки. Но никто не пришел. Тогда он затянул ремень на ране потуже и на четвереньках, как мог, пошел за нашими. К счастью, Павла Сергеевича нашли, доставили в полевой госпиталь и прооперировали. Обошлось. Хоть и лечился потом полгода, но он ни о чем не жалеет, ведь одним своим поступком он спас 17 человеческих жизней. однажды на войне.